С 6 октября в Беларуси был введён запрет на повышение цен. На данный момент исключения составляют лишь те случаи, когда подобное изменение не только обосновано, но и согласовано с государственными органами. За нарушение ценового законодательства предусмотрены суровые меры наказания, вплоть до уголовной ответственности. Теперь субъектам хозяйствования необходимо строго придерживаться постановления Совета министров номер 713 о системе регулирования цен. Надо в первую очередь донести очень одну важную мысль, что в концепции справедливой, обоснованной цены, контролируемой цены мы будем теперь жить. И с этой мыслью надо всем привыкнуть, и импортерам, и производителям, и оптовикам, и розницам в том числе. Чтобы разъяснить нюансы ценообразования представителям бизнеса и адресно ответить на возникающие вопросы, были организованы выездные семинары, первый из которых прошел в Бресте с участием министра антимонопольного регулирования и торговли Алексея Богданова. Надеемся получить ответы, услышать вопросы от субъектов хозяйственной Брестской области, широкий спектр приглашенных и торговли, и производителей, частный бизнес, государственные отрасли. То есть хотим услышать, конечно, максимально полные ответы на те вопросы, которые есть у наших предприятий. Задача, которую ставит глава государства, отсутствие неконтролируемого роста и увеличения цены, сдерживание инфляционных процессов, в первую очередь это, конечно, направлено на обеспечение благосостояния белорусского народа. При этом необходимо сохранить широкий ассортимент товаров, чтобы потребитель не заметил большой разницы. Вот, и для этого, конечно, нужно будет всем поработать. Поработать – значит перейти на другие рельсы, когда старый маршрут был многократно опробован и вошел в привычку. А это совсем непросто. Об этом знают не понаслышке на Брестском чулочном комбинате. Ведь впервые за историю существования предприятия план продаж на внутреннем рынке был выполнен лишь на 40%. Мы пережили шок от снижения спроса на нашу продукцию. Спроса не в магазинах, а со стороны оптовых покупателей. Для нас таковыми являются крупные сети, крупные универсальные магазины, либо оптовое звено. Они находились в такой же непростой ситуации с пониманием нормативных актов, как и мы. И вот в силу непонятности некоторых формулировок или того, как эти формулировки будут трактоваться в будущем, сети, универмаги остановили прием товара от нас. Мы надеемся, что все сложные вопросы будут урегулированы в короткий срок, потому что напряжение, в котором мы живем с 6 октября, оно на самом деле такое очень жесткое. Но обратной дороги нет. Субъектам хозяйствования необходимо в короткий срок сориентироваться в новых реалиях и перестроить свои бизнес-процессы согласно нормам постановления. Новая система касается всех цен, которые влияют на процессы инфляции в стране. Для 370 товарных позиций, среди которых как продукты питания, так и непродовольственные товары, теперь установлены предельные надбавки. В ходе двухчасовой встречи Алексей Богданов обстоятельно ответил на все поступающие вопросы и дал разъяснения по каждой конкретной ситуации. Работа с субъектами хозяйствования будет продолжена.